Альма-Матер 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 Блестящий мелодистый композитор Самородок, обладающий внутренним чувством сложной, но при этом абсолютно естественной музыкальной гармонии, Виктор Берковский всегда мечтал услышать свою музыку в инструментальном исполнении. Он одним из первых привел на бардовскую сцену профессиональных музыкантов, ну, в частности, контрабасистов, и очень любил звук контрабаса при исполнении своих песен. В 1991 году фирма «Мелодия» выпустила пластинку «Альма Матер» с песнями Виктора Семеновича в авторском исполнении, в сопровождении оркестра Георгия Горояна и Бориса Фрункина. И особенно вдохновлял автора при исполнении песни «Кинематограф» звук рояля Бориса Фрункина. Сегодня музыка Виктора Берковского прозвучит в исполнении замечательного пианиста, друга Виктора Семеновича, заслуженного артиста России Виктора Фридмана. Встречайте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. 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 Стихи Дмитрия Сухарева. Горы, горы, что нам горы эти? Что на горы эти? Мы глядим, как дети. Мы глядим до поли синими глазами. На большие горы с белыми снегами. Ветры дуют, снег лежит, не тает, все попередумать. Времени хватает, там в соседстве с небом. На вершинах голых думается снегом. На зеленых думах, долы, долы. Все леса кудрянут. Не у нас ведь дома. Мягче буха травы. Реки все парные. С мала до велика. И летим над ними, шуравей курлыка. Горы, 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 что нам горы эти? Что на горы эти? Мы глядим, как дети. Мы глядим, как дети. Мы глядим до поли синими глазами. На большие горы с белыми снегами. Мамочка На небе, на земле А я здесь далеко от тебя Мне было бы легче быть я ближе Я бы хоть взглянул на твою могилу Хоть прикоснулся бы к ней Ах, мама Я разучился молиться и все реже-реже плачу Но душа моя помнит о нас с тобой И грустные думы приходят на ум Я не прошу тебя молиться за меня Ты сама знаешь, сколько горести мне суждено Скажи мне, мамочка Утешит ли тебя моя любовь там, где ты сейчас На том свете, в раю, на небесах Смогу ли дотянуться до тебя словами Обласкать тебя и в тихой нежности Он стар, он похож На свое одиночество Ему рассуждать О погоде не хочется Он сразу с вопросом А вы не из Витебска Пиршак старомодный На ласканых вытерся Нет, я не из Витебска Долгая пауза А после слова Монотонный пауза Дружусь и хвораю Венец и выставка Так вы не из Витебска? Нет, я не из Витебска Он в сторону смотрит Не слышит, не слышит Какой ты не здешний Далекостью дышит Пытаясь до детства Дотронуться бережно И нету никак Ни лазурного берега Ни нынешней славы Светло и растелено Он тянется к Витебску Словно растелен Тот Витебск его Пропленный и жаркий Приколот к земле Каланчоев пожарной Там свадьбы, смерти Моленья и ярмарки Там зреют особенно Крупные яблоки И сонный звозчик По площади Катик Так вы не из Витебска Моленья и ярмарки Деревья стоят Вдоль дороги на выношку Темнеет и жалко Что я не из Витебска Виктор Фридмарк Он придумал этот номер По песне Виктора Берковского На стихе Рождественского Чувствуете, чувствуете Как красиво, богато Я бы сказал Кучеряво Звучит гитара С фортепиано Что такое кистограмма и мода Вы теперь знаете Так вот, если составить кистограмму Количество песен Спетых Виктором Берковским Вместе с другими исполнителями То мода этой кистограммы Придется На Дмитрия Богданова Правда, сам Богданов считает Некорректной саму постановку задачи Потому что все другие исполнители Спели с Берковским Конечное число песен А он Бесконечное И Богданов, как профессиональный математик Считает, что сравнивать Конечное с бесконечным Бессмысленно Я думаю, что вы не в претензии Почти бесконечному присутствию Виктора Дмитрия Богданова на сцене Мы познакомились с Виктором Семеновичем Вот на 1977 году Когда молодой студент Пришел на конкурс авторской песни Из-под халимажа спел Только что недавно написанную им песню А он, будучи председателем жюри И вручил мне первую премию Потом мы с ним Как-то стали немножко Петь вместе Он приглашал где-то Поучаствовать в чем-то А уже с 80-го года Мы с ним плотно работали До самых его последних дней Вот я хочу вспомнить ту песню С которой началось наше знакомство На стихи Николая Новикова Дом в Кривоникольском переулке На подобии сломанной вскатурки Взгляду постороннему открыт Под ногами выбитые стекла Штукатурка в комнатах промокла Провод был усорван и висит Он и наклонился как-то странно Он стоит, но нет его по плану А по плану разместятся тут И воскребы нового Арбата Желтый работяга-экскаватор Яйца и стены упадут Нет на нем доски мемориальной Не предмет культуры материальной Родом он не вышел, дом плебе Физикою, формулою физик не обязан Романист, роман, дом не связан С жизнью замечательных людей Жаль, что не бывал здесь грибоедов Не случалось с Гоголем обетов Все же над душой имеют власть Этот пол весь в дырах, эти рамы Бесконечно дороги для мамы Мама в этом доме родилась Сыплются щебенкой перемены Время штукатурку перемели И утешит в горе и беде Вдоль домишек дряхлых и сутуев Брекли в Никольской переулок Где он нынче В самом деле Где Спасибо Всегда волнуюсь, когда поют эту песню Как это так вспоминается все Ну вот тут уже звучали слова о том, что Берковский очень любил контрабас А еще он любил Сергея Хутаса И сейчас Сергей Хутас у нас будет солировать в следующем очень лирическом произведении На стихе Дмитрия Сухарева Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну прям по Булгакову Субтитры создавал DimaTorzok 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Васечка, я тоже тебя люблю АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Виктор Семенович познакомил меня с Лидией Чебоксаровой, когда она уже выступала в составе песен нашего века. До этого я слышал только ее записи на дисках, ну, к сожалению, невысокого качества. Впечатление отличного знакомства было ошеломительным. Я считаю ее самой яркой звездой этого звездного коллектива. Не говоря уже о замечательном голосе, она покоряет артистизмом, удивительной пластикой и юмором. Надеюсь, вы уже ею очарованы. Аккомпанирует Лидией Чебоксаровой один из лучших гитаристов мира и окрестностей Евгений Быков. Ему довелось аккомпанировать и Виктор Семеновичу. Ну, от себя так чуть-чуть добавлю, что мне, как бы это сказать, мне трудно слышать музыку в исполнении Евгения Быкова. Его виртуозная пальцевая техника завораживает, гипнотизирует. И я смотрю только на его руки и уже на музыку нервов не хватает. Женечка, пореже пальчиками. Нет, я сразу же хочу сказать, в свою очередь, лезть обожаю. Спасибо. Мы тоже с огромной любовью и нежностью относимся к Игорю Фараджи. Он очень гостеприимный человек, и мы всегда с удовольствием гостили у него в Сан-Франциско. Виктор Семенович, хотя и считается таким, знаете, больше мужским композитором, потому что он прославился в основном сочинением таких монументальных, серьезных произведений, «Бессмертные гренады», «Лошади в океане», «Под музыку Вивальди», «Вспомните, ребята» и другие такие мощные мужские вещи прославили этого выдающегося композитора. Но лет сорок назад Виктор Семенович очень любил девушек и сочинял песни на трогательные женские стихи, преимущественно несчастной любви, которые как раз предназначались для исполнения молодыми девушками. Вот эти две песенки, которые я получила из рук Виктора Семеновича Берковского, они исполняются довольно редко. Когда-то он сочинил их, а будучи достаточно амбициозным композитором, он их даже предлагал одной известной эстрадной певице для исполнения. Но эта певица не отличалась умом и сообразительностью песенки эти. Не взяла, а звали певицу Алла Борисовна Пугачева. Немножко. А я взяла, вы знаете. Первая песенка на стихи Ларисы Румарчук. Что мне делать, как мне жить на свете? Люди ходят, люди говорят. Вижу я, как за окошком дети Лепят бабу третий день подряд. Баба тает, тихо оседая, И косится взглядом на зарю. Я не то все время замечаю, Я не то все время говорю. Я споткнусь на реку порога, Я в окно террасы постучу, И шумит, шумит в ушах дорога, И все время лечу, лечу. Как мы сразу быстро вырастаем, Как мы все особенного ждем. Мы, девчонки, вылетаем с стаей Восеменком деревянный дом. И плывут кораблики в кадушке, И куда-то школа отошла. Как мы плачем вечером в подушку, Чтобы мама слышать не могла. Ясный день не тронут облаками, В мокрых пятнах отмечать стена. Мы живем еще не зная сами, Что приходит взрослая весна. Мы живем еще не зная сами, Что приходит взрослая весна. А вторая песня. А вторая песня на стихи Тамары Жермунской. Верет осенью тишина, Я бреду под чьими-то окнами. Не усталая, не одинокая, Просто я сегодня одна. Фонари надо мною зажглись, Клюны желтые звезды сбросили. Я беру на память у осени Шелтоватый в морщинках лист. Кто-то шепчется там в потьмах, Бродят парочки вереницами. Это счастье, быть может, сниться мне Только в самых секретных снах. Я бреду сквозь кленовые кружи, Прижимая листья к груди. Не влюбленная и не замужняя, Это все еще впереди. Аплодисменты Аплодисменты Я приглашаю на сцену Дмитрия Богданова. Аплодисменты Аплодисменты Сейчас мы вспомним Самую любимую мою песню Виктора Бирковского, Аплодисменты 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 И все забыто, короткий век, Угрюмство быто, и все трагично и смешно. Легко вернешься в буря, И не загрежь на плите, Копейник нужен зелень, пожуешь. Равно простейшим и приматом Ты насладишься ароматом Того, как длишься и живет. Благословенно, передышка, Когда-то хочешь, как мордышка, Когда-то хочешь над рабом, смертной судьбой, Над женщиной и над мужчиной проверка вой. Вольностью бесчизной осталась ли душа с тобой? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Счастливые моменты совместного творчества. В частности, был такой эпизод. Нас с Виктором Семеновичем пригласили в Центральный детский театр сочинить музыку для пионерского мюзикла. Он назывался «Коньки». Это пьеса Сергея Владимировича Михалкова. Ну, там знаменитые были стихи. Шел трамвай десятый номер, а что у вас, у нас в квартире газа и так далее. Ну, вот сейчас мне хочется вспомнить песню, которая большой успех имела, особенно среди старушек билетерщ. Вот они говорили, вот пусть прозвучит эта песня. Называется «Снег». Снег, 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 снег кружится, снег ложится. Снег, снег, снег. Рады снегу, звери, птицам. Снег, 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 снег кружится, снег ложится. Рады снегу, звери, птицам и, конечно, человек. У щенка на чёрной спинке тают белые снежинки. Выпал снег, упал мороз, снегом у кошка моет нос. Снега, снега, снегопад, дело хватит для лопат. Снег, 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 снег кружится, снег ложится. Рады снегу, звери, птицам и, конечно, человек. Только снежные завалы разобрали самославы. О, опять петит кружится и на всё вокруг ложится. Снег, 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 снег. Только дворник, только дворник, говорит я этот вторник. Не забуду никогда, снегопад для нас беда. Снег, 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 снег кружится, снег ложится. Рады снегу, звери, птицам и, конечно, человек. Особенное удовольствие мы оба получали, когда сочиняли музыку на заказ. Вениамин Смехов подвинул нас на этот, можно сказать, подвиг. Он сочинил радиопьесу по известной сказке «Али Баба» и «Сорок разбойников». Работа эта шла в течение года. И этот год, может быть, самый счастливый в нашей совместной жизни. Всё происходило на квартире у Виктора Семёновича. Мы с ним встречались два раза, в неделю, три раза, в неделю иногда. Сочиняли вначале образ сценический, характер персонажа. Потом расходились по разным комнатам, что-то сочиняли, сходились. Если хотя бы три ноты оказывались ценными, мы их оставляли, потом доставили всё остальное. Вот таким методом последовательных приближений мы доходили до результата. Потом это записывали на магнитофон, потом показывали нашим жёнам. Нужно сказать, что Татьяна Садыкова, моя жена Никитина, была экспертом, потому что, вы знаете, она родом из Душанбе. Потом мы собирались с редактором, варили плов, чтобы как-то действительно проникнуться вот этим настроением восточной нирваны. И самое главное в нашей совместной работе было, значит, кто первый займёт диван. У того вот как-то вот нирвана лучше получался. Ну вот, Алибаба и Зейнаб. На востоке простор, над простором шатёр, Над седой шапкой гор гордо-синий ковёр. Можно ткать, можно шить, можно трубку курить, Можно жить, не тужить, можно друга любить, Но очень жарко на востоке живёшь, В гости друга зовёшь. На востоке живёшь весь базар, Позовёшь наш обычный народ. Но очень жарко, понимаешь, Эй, гуляй, молодёжь, Добывай себе грошь, Хоть очень жарко, Постареешь, поймёшь, Жарко жить, а умрёшь. Эй, очень жарко, Постареешь, поймёшь, Жарко жить, а умрёшь. Эй, очень жарко, А там ещё есть персонаж, Предводитель разбойников Хасан, Его замечательно сыграл Армен Джигарханян. А, ну, когда мы опели этот номер со сцены, Конечно, невольно возникали ассоциации, Аллюзии с нашим тогдашним руководством. Казалось бы, эпоха тоталитаризма Как в истории, но почему-то и сегодня Эта песня звучит весьма злободневно. Обскочил весь белый свет, Никого смилее нет нашего Хасана. Хасан, брав, брав, Ну, что вы, брав. Проживи две тысячи лет, Никого положенье нет нашего Хасана. Бра-бра, ну что вы, брат Обскочил весь белый свет Никого смелее нет А нашего красава Солнце крепче и согрет Получи косой привет И осанну Осанну в переводе слава Бра-бра, хвала Не отрава Спасибо, ребята Хвала, не отрава У вас хищенья, не хищенья На ваш восторг нет воспрещения Спасибо, ребята Работать пора вам Есть еще один куплет Никого скромнее нет А нашего красава Очень правильный куплет Никого скромнее нет Вашего хасана Вашего меня Виктор Берковский Человек праздник Человек, который к себе Всегда притягивал людей И вокруг него Обязательно что-нибудь крутилось Поэтому он, по-моему, никогда Не исполнял свои песни один Всегда с друзьями, с единомышленниками И вот, конечно, мы сейчас продолжим Али Бабу, но уже совместно Это самый первый номер Этого мюзикла Бардопера За счет момента Поехали 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 Здравствуйте сегодня, здравствуйте всегда Здравствуй кто угодно, подходи сюда Персия, персия, крутой рай Персицкие персии, зеленый чай Если я, если я родился здесь Персия, персия, страна чудес и снова Персия, персия, крутой рай Персицкие персии, зеленый чай Если я, если я родился здесь Персия, персия, страна чудес и снова Персицкие персии ПЕСНЯ 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 работаем. Раз. Вот. А скажи два, два скажи. Два, чтоб два сказать. Классическое произведение требует настройки оркестра. Знаете, как обычно дети настраивают в интернете, когда все колки ровные. АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЦ 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 И ветер на руках, и стало нам так ясно, так ясно, так ясно, Что во дворе ненасно, как на сердце у нас, Что жизнь была напрасна, что жизнь была прекрасна, Что все мы будем счастливы когда-нибудь, Бог даст. И только ты молчала, 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 И головой кащала любви печальных тарган, А Бог с ним говорила, поставьте все сначала, Мы все начнем сначала, любимый мой, и дар, Под музыку Биварди, 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 Под музыку Биварди, под славный колесик, Под скрипок и реви, под злыванье вьюги, Условимся друг друга, любим, чтобы в России. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не верь, разлука, старина, не в круг, лишь в сло. Ей, Богу, придут другие времена. Моры, трудные, дорогу, без дороги окончать не есть. Зато ее реком дороги трудны, но хуже без дорог. Кто-то читает сигареты, стоп, сигнал в начале. Кто-то тоже держит путь. Не знакомься, не знакомься, здравствуй и прощай. Тут только фарами не гнуть. Ей, разлука, старина, не в круг, лишь в сло. Ей, Богу, придут другие времена. Мой, друг, ты верь, дорогу нет. Дороги окончания не есть. Зато ее реком дороги трудны, но хуже без дорог. В два конца идет дорога, но себе не лгит. Нам в охранный путь нельзя. Слава Богу, мой дружище, есть у нас в районе. Значит, есть, наверное, и друзья. Не верь, разлука, старина, их круг, лишь в сло. Слава Богу, мой дружище, есть у нас в сло. Слава Богу, мой дружище, есть у нас в сло. Вот как будто бы сначала начинается судьба От бетонного причала у последнего стола. Здесь-то не остались буря, здесь земля уже близка. Здесь я сынку говорю, я прищурившись искал. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не ждут. Я скажу себе по трапу, я скажу себе по трапу, независимый поляк. Все время призывают отдаленные моря, все куда-то уплывают, выбирают и горят. Так и мы, чьи-то судят, как от пирса нашли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие, вам ни пуха, ни пират. Пусть вам встретятся другие, лишь вопутные ветра. Моле синее сверкают, чайки белые споют, ни на что не намекают. Что ты? Ни на что не намекают, просто песенку поют. Пусть вам встретятся другие, лишь вопутные ветра. 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 Вопутные ветра. И сороковой день после его кончины летом 2005 года концерты, посвященные его памяти, прошли в Москве и Новосибирске, Санкт-Петербурге и Киеве, Париже и Берлине, Тель-Авиве и Хайфе, Нью-Йорке, Бостоне и Пало-Алте. На концерте в Пало-Алте я был поражен, услышав, как несколько нерусскоязычных американцев на ломаном русском языке подпевают его песни. Мое поколение и наши дети выросли на песнях Виктора Берковского. Сейчас их поют наши внуки. Я думаю, что и правнуки, и пра-пра будут их петь. Так что Виктор Семенович еще долго будет с нами. Одна из целей устроителей этого концерта состояла в том, чтобы студенты, преподаватели и сотрудники его Алма-Мата помнили, что им повезло. Они ходят по тем же коридорам, сидят в тех же аудиториях, дышат тем же воздухом, что и замечательный человек, ученый-металлург и композитор Виктор Семенович Берковский. Миссис должен знать и че, и чтить своих героев. Судя по вашей реакции и обилию молодых лиц в зале, наша попытка удалась. Спасибо вам, дорогие зрители. Я хотел бы произнести некоторое количество благодарностей вам в первую очередь, это Игорь уже сказал. Давайте поблагодарим Игоря Александровича Фараджева, ЭДОН инициатора этого мероприятия. Вы правите. А сейчас, вот, ребята, вот будет нечто неожиданное. Я тоже буду петь, и потом в резюме смогу написать, что я пел с песнями нашего века. Ты думаешь, что я повысил зарплату? Ну, во-первых, Игорю Александровичу большое спасибо. Большое спасибо ДК Миссис и лично Дмитрию Александровичу Хорвату. Вот я не знаю, Дмитрий, вы здесь. Я бы хотел ДК подарить вот эту пластинку. Ей ровно 20 лет. Пластинка называется «Альма Матор». Если кому сегодня не хватило этих песен, приходите в клуб «Альма Матор», что рядом с домом Берковского на Таганской площади. Мы небольшой частью этого коллектива будем там петь его песни в следующее воскресенье в 4 часа. Дмитрий Александрович, вы не здесь, но мы ему передадим. Большое спасибо газете «Сталь», редакции газеты «Сталь», которая опубликовала статью про этот концерт. И еще отдельное спасибо Анатолию Фимовичу Шелесту. Вот он там, вот он сидит. За помощь в организации этого концерта. Студентам Игоря Фараджио большое спасибо за помощь в организации этого концерта. И выпускнику Сергею Махову большое спасибо за помощь в организации этого концерта. И мне кажется, что вот если это удалось, если вот все это вам понравилось, давайте это сделаем традиционно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. Спасибо.